мы с вами в гостях у юрия даниловича он любезно согласился нам кое-что рассказать пояснить и вот за чашкой чая мы начнем не спеша с ним беседовать я буду просто обращаться юра до без всяких этих самых петровичей там достаю свою ложечку походную так что мне ваша не нужна наливайте чай что в этом чай или это обычный чай чебрец лимонный добавляет жена чебрец и лимон отлично отлично мочегонный мочегонный великолепно так что знали да то есть это же для почечек конечно отлично отлично чистим почки так не спеша то есть вот так попивают друзья которые встречаются с ними будет напьются потом нервами чушь ты не сказал на ночь напились мочегонного то есть на ночь пить не надо да ну желательно себе не хотите лучше не пейте чебрец лимонный ну что смешно сметка смело так конечно ну давай так что все благосподи святи благословина ты прикуску это понимаю прикуску прикуску да а я это туда туда мне нравится так значит это вот так вот почечки так не спеша попиваем и потихонечку а вот за желчный за желчный много лет назад за желчный пузырь то есть мы сейчас говорим не об очищении печени а об очищении желчного пузыря это такая и много лет назад приходит ко мне один товарищ и рассказать мне историю он женщиной с одной сошелся да а у нее сын очень сильно болел и уже готовились к операции желчного вырезать ему уже назначили то есть там камни были да 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 и я случайно попадаю он переплетчик обработал попадает в одну организацию в архив и разговаривает женщину эту тему и слышит голос зашла главный бухгалтер и говорит зачем в операцию дело есть же народное средство для выведения этих камней и облегчения тем более вообще берется гречка простая человек сам должен который больной сам взять эту гречку и перебирать от мусора мусора а сколько гречки берется килограмм пакет 800 грамм килограмм сейчас какие-то тогда надо по килограмму и сам своими руками перебирает и читает молитвы есть что это молитва ну если православные господи помилуй господи прости я лучше иисусова если буддисты если буддисты они мантры читают про мусульмане свои суры что там читают короче человек себя настраивает и заряжает эту гречку перебирая через пальчики до пальчики до руками до потихонечку перебирают этот течение 15 минут перебрал затем на сковородку и прокалить для чего чтобы она была сухая чтобы ее можно было раздробить если ее не сухую то она будет вязкая и дробиться не будет когда ее дробят на крупоружке если нет уж крупоружки нужно кофемолке только не в пыль а мелкую раздробить для чего когда вы трогаете вы каждая заряжается частичка а когда раздробили как говорят мудрецы говорит она увеличивает энергию энергетическую когда это сделали на ночь берете 2-3 ложки столовых стаканчик если сверху объявляю сверху 2 столовых ложки насыпал стакан и однопроцентный кефир однопроцентный кефир пол стакана наливайте перемешали что была однородная масса на ночь поставили в холодильник утречком достали натощак берете этот стаканчик только натощак натощак да ему обязательно тощак и садитесь и кушаете в течение я например ем 20 от 20 до 30 минут чертежу от тщательно для чего слюна когда появляется потом уже узнал опять же через несколько лет узнал это монахи буддисты тоже так едят они переживая пищу мысли свои глотая и каждый глоток представляет как это белый шарик энергетический да энергетический и вот вы глотаете в течение получаса это вы будете больше ста глотков да и вы как бы у вас получается змейка энергетическая вот этих шариков и вы направляете эти шарики даже можно не только к желчному а другим своим проблемам местам там сердце легкие куда вас эту энергию направлять но в данном случае вы направляете ее в желчные протоки и как бы их очищать желчную мысль обязательно мысль мысль должна работать после этого когда вы покушаете тоже течение часа ничего не пить и не есть до до в течение часа на 15 день у меня лично я знаю по себе а тот человек стать он операцию которую вот рассказали тот парень да он операции так и не делал и живет до сих пор и живы здоровы почистил все и желчные протоки прочистились я по себе знаю когда вот я поем мне на 15 на 12 день я даже ночью сплю я слышу как желчные протоки начинают чиститься движение ощущения эти на физическом уровне как она начинает там движение чистка идет ну я например ем где-то дней 20 вот этот килограмм да нет больше чуть дней 25 наверное это килограмм ешь дней 25 вот по две ложки столовых каждый день поел во-первых не надо готовить насыпал это идет как завтрак как завтрак да он питательный хотя полстакана кажется но наедаешься во-первых и для особенно для похудения некоторыми ребят попробуйте но это труд это составлять себя надо каждый день а хочется и попить стать сразу и привыкаем же и после этого хочется тут тоже с семьей кушаешь они тебя приглашают поэтому я с утра встал 8 поел и в обед только кушаю ну где-то часов в одиннадцатую чай могу попить вот чай попил и в обед покушал а что вот пользу чувствуешь после того как очищение вы вы понимаете ну как помните ну каждый свое я на это так чувствую другие рассказывали по другому облегчение то есть человек сам должен все это делать то есть сил больше прибавляется ли конечно и силы и здоровье и ощущения для себя же это делать надо чиститься обязательно если труд как голодать тоже труд я например заставляю что поголодать а вот многие спрашивают узи для контроля я не ходил на контроля того что там было если надо что-то сходить можно сходить можно сходить да вот я закончил два дня назад а надо сходить давайте проверим а что до этого было надо ну я это было я же для себя я по ощущениям это ощущаю что мне легче но ты делала когда помнишь момент узи я не помню когда мы посмотреть просто не решили да то есть когда-то в этом не полгода где-то перед ноябрьский наверно да хорошо я после года вот начал перед новым годом начал потом так чуть перерывчик было вот это вот доел после нового года сразу где-то числа с третьего а вот тогда когда делали узи что они там вам сказали что там вот у вас в желчном пузыре я не помню как раз людмила я просто по ощущениям слышал что оно мне начинало жечь вот я поем что-то острое да 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 и у меня но дискомфорт был не скажу что боли дики там ну боли были но дискомфорт был ну когда почистил правда мы же талантливые все нож после чистки друзьям взял съел кусок торта и сразу же почувствовал вот скажи зачем проверка как бы атаку сделал ну сейчас нормально все но я знаю что многие люди если бы я один это случай был многим говорила ребят почистите уже за 20 лет столько людей сначала которые чистили именно поэтому да и операции не делали и к самому что операции не делали а чистки позвольте а хотели вырезать желчную а вот то есть причина пришла к тому что им надо было что-то делать желчную пузыре вырезать вырезать всегда легко а вот себя и они по делу вот эту процедуру через 20 там 30 дней так сказать все это нормально а как вас как вот читаешь если там имеются там камушки какие-то насколько она безопасна вдруг эти камни пойдут и попадешь на операционный стул ну этого врать не хочу ну по крайней мере никто еще не попал туда вот я из моих знакомых да никто из рассмотрения как-то идет так сказать плавно медленно не знаю я механизм не знаю ну понимаете это безболезненно по крайней мере безболезненно один проходила у всех вот столько начинаем в том что человек восемь наверно вот за эти воды я вам советовал попробуйте хорошо но знаю людей которые вырезали и знаю людей которые вырезали сейчас мы дойдем до вырезания вот смотри дело того что камушки это там разные бывают они бывают там и щелочные там и кислые вся там такие там по всякому называется вот и вот медицина на рекомендуют при тех-то там камушках применяют специальное средство которое растворяет и даже успешно растворяет а при некоторых камушках вот другой природы там они вообще-то и не это мы все индивидуально все и у любого врача вы можете спросить и сказать а скажите вот это лекарство всем помогает они скажут нет не всем поэтому здесь чтобы не было но не может быть всем одинаково мы все разные я знаю людей которые вырезали у меня знакомый полковник вот он вырезал врач желчный пузырь да желчный пузырь мы вырезал ему рассказал вислав михалыч вы самое главное вот потерпите диету строгую соблюдайте он вот соблюдал диету а сейчас может пожалуйста литр водки выпить и кушать все буквально все есть но знаю другого человек которому тоже вырезали и он через два года умирают почему одни люди не задумываются что у них вырезаны и у нас наш организм не зная наш ум что у нас вырезан а он так и работает фантом как есть вот человеку отрезали руку воду не чешется а другой хоть при так вот те люди которые не думают что этого нет они так и живут а то думать что у них они долго не живут тоже я знаю эти случаи понимаете все индивидуально каждый должен внутренне у себя спросить а я смогу оттуда не хочет трудиться ждет сейчас день и заплачу врач мне сделает я буду жить и проблема устроена и себе позвонки меня все это подождите мы индивидуально это невозможно так человек должен захотеть без нас самих нас никто не спасет академики врачи там я когда пью воду вот любую чай я говорю мать святая водица пью тебя с любовью и благодарностью и получается самая целебная вода а вы что я молил и прочитаю господя святи и благославия и знаю что все остальное творец это даже не вот это только как представляет каждый своего творца представляет нас мы ограничены своим пониманием своими мы получаем вот я всем говорю скажите сколько вас желаний ой да много ну давайте вот сядьте вот целый день просидите напишите сколько вы желаете начинает писать ну максимум 20 а их миллиарды то есть мы будем желать только то что видели слышали читали ощущали только это вы другом ничего не представляет значит можно получать откуда-то информацию мы не можем объяснить откуда она приходит в молитве медитации там человек получает ее и не становится просто это знает ну кто-то же нам помогает ангел архангел я не знаю каждый свое представляет свое отлично свое отлично хлебники чайку не можем мы а мы пока продолжим а вот та чистка печени там проток желчного пузыря с помощью лимонного сока и масла вы делали или неоднократно неоднократно расскажите пожалуйста узи то это естественно не делать ну конечно а вот почему узи не делали вот я для себя же это делаю в голову не приходило что-то я всегда говорю никаких патологий у него не было ничего не было я просто себя это делал вы знаете чтобы это сделать все равно это подвиг это идешь и настраиваешь себя я помню когда я первый раз пошел на голодание то есть сижу голодание после этого и чистка мне идет давайте вернемся к чистке печени а потом уже продолжим болотанием чистка печени откуда узнали лимонный ну и вот решили сделать чистку да с удовольствием давайте что вы там чувствовали что ощущали что что как да все как это движение как описано также ощущал вот понимаете говорят есть впечатлительные впечатлительные все еще разы индивидуально я взялся все приготовил лег отдельную комнату чтобы никто не мешал грелочку грел куда водички взял все как положено попил ванну да 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 прогрел прогрелся да как положено по как написано прогревание нужно для того чтобы сделать желчь более текучей да и так же а еще супер лимон и все это все же тоже сок прятал масло тебя дата масло лимково ложновато было найти но нашел и вот все как по инструкции все это делал на утро до до какой-то на утро подожди ночью помню мне все ночью началось не утром я где-то часов всем начал это часа два с половиной проходила процедура все это пить и затем до утром пошло у меня столько повыходило я удивился так это первое с второй раз где-то года через два через три делами еще потом тоже выходила а знакомый мне вообще там их врач тоже она гинеколог тамарочка то вообще у меня как зарезкий орех да больновато было вообще тяжело это было то есть по каким-то протоком про да 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 мне очень тяжело а вот мне небольшие вот врач этот он не поинтересовался откуда это вышло потому что есть мнение что это вообще-то не с печени не с проток не с желчного пузыря а просто реакция там в двенадцатиперстной кишке между соком знаете если бы это было только двенадцатиперстной то подожди я свое облегчение печени почувствовал а не двенадцатиперстной кишки вы понимаете кто во что верит вам удобно в это верить пожалуйста я себе почистил у меня ушли пигментные пятна значит это печь уже на коже вы понимаете а энергетика так легкостный лёгко не что любит кости любую я же еще перед этим и несколько дня три голодал чтобы для каждого опять же нельзя это рекомендовать люди разные впечатлительные кто-то нет жена она вообще нет но на лишний кусок никогда не съесть я один раз делала ага сделала а вот как раз голос за кадром может людочка рассказать в свое впечатление ты помнишь впечатление вот можно сказать в двух-трех словах легкость была до после этого камушки эти выходили вот эти воскоподобные так и зеленые были коричневые были мелкие желчи сколько вышло то есть желчь выходила да такая бурра застоявший как возраст ли это питание еще разное есть масса тела у людей разное а вот вес сбросился там постройнела людо или нет нет я понимаю но да еще допустим это опа нет но вес теряется да я знаю что по себе теряется конечно я если вот начинают даже поздно но килограмм 5-6 за пост я не скажу что там жирового это и нет этого но все равно если 77 до 72 сюда доходит килограмм 5 даже до 71 а давайте вернемся опять к чистки печени с помощью лимонного сока и масло значит сделали было легкость и вот опять таки вот ваше впечатление об этой чистки станет и где-то после этого делать его сквозь чего-то подвиг выражается попробуйте настроить себя сначала на это это еще настроить на себя сам это говорят что это такая операция без ножа на печени и жестких потоках понимаете даже на голодание на любую чистку человек должен себя настраивать если он взял просто это делать оно эффектно мне кажется мое мнение любое дело это уберется у себя должен настроить настрой там внутренне то есть сказать себе я смогу это для чего мне это надо если это просто для кого-то мы делаем для себя вот я для себя делать мне надо было это почистить свой поверить что это тогда мне может мой организм начинает работать он мне помогает я его должен слышать то есть что я для тебя стараюсь а он для меня старается но мы вместе а если я заставляю что за болевые ощущения вот тут везде когда даже лимонную кислоту то ты мне потом когда то есть когда значит вот масло начинала туда заходить вас начинался журчурный эффект на вот это а не нет извините а то я ввожу в заблуждение значит их не масло не лимонный сок в печени естественно не заходят на них когда они зашли в 12 сперстную кишку на них начинается мощное выделение желчи то есть начинается потоп то в разлив разливка реки такой мощный и значит вот эти желчные протоки и там какие пробки есть какие там еще вот это все начинает двигаться и это вы чувствуете колики то есть вот она как проходит но так особо не страшно да потому что мне страшно я с удовольствием делал я просто думаю носить другие делающие мы делали а там что говорят каждый по ощущениям верить в этот человек если нельзя запретить ну как можно человек верит в это не пускай ему хочется потому что если страх то страх он спазмирует сосуды они протоки тогда начинаются вот эти все проблемы которые которые вот и получились у людей получившие до в результате вот этого всего то есть там есть такая рекомендация для того чтобы еще раз году принимать таблетки нож по чтобы расплавить это все лишнее brings можно так нужно так то есть ванна принимается для того чтобы человек расслабился для того чтобы все это текучие стала и даже вот эти камешки который крыл очку в релочку в релочке и рядочка камешки которые отказ как сказать застряли в этих там протоках или пробки образовались это холестерин Вот эти роскоподобные Чтобы они как бы слегка потаяли И уже скользили Вот так вот Вы вот когда сказали за воду Когда вот чай пьете Для чего мы это Я когда встретил Что такое вода Мы все думают вода Вода это даже вот по библии Кто откровение возьмет Посмотрите в 15 главе Вода это люди, народы, племена, языки То есть В нашей памяти Заложено столько Мы не знаем кто первый в роду у нас там заболел Так же Котом почек, печень Или желчный Но это Об этом можно говорить много Опять же возьмите попробуйте Сами Если есть желание Заставлять кого-то Человек для себя это делает Не для кого-то Это вопрос Насколько это безопасно Чтобы после этой чистки Не попасть на операционный стол Вот в чем вопрос Но если вы сразу начинаете с этим То вы туда и попадете Что вы желаете То вам и сделают Человек должен себе сказать Я хочу очиститься Или я хочу идти на операцию То есть какая-то подготовка должна быть Да? Себя должен Человек перед этим настроить Я знаю людей Поверьте Занимаясь этим много лет Я знаю людей Которые думают Вот я сейчас день и дам врачу Заплачу за операцию Дорогую даже И буду здоровым Красивым Сами себя обманывать За день и еще себе это никто не купит Не бывает такого Вы понимаете? Как себе вот идут там пластичные операции Сделать красивее Да если ты внутренне не изменился Так хоть писанный Ты будешь Тебя никто любить не будет Да если ты злой Обидчивый Завистливый Кто вас любить будет? Значит Настрой Должен быть Обязательно Настрой Раз Далее И вера в это Ты веришь или не веришь? Вера должна быть Обязательно Обязательно Далее Что-то надо изменить в своем питании Да? Что-то Без этого невозможно Хотя бы дня три Так что-то Недельку Так это немножко Я когда Это много лет назад было Когда начинал Вот прочитал Шелтона Брега И когда Начал перво сголодать А были тогда Хрущелки Когда кухня Из зала Кухню видно И вот я сижу В зале Ем эту кашу А моя семья Сидит на кухне И ест котлеты И я кричу им Закройте дверь Что вы надо мной издеваетесь То есть Мой настрой Начало Человек начинает Изменить себя Всего труднее В питании В своих мыслях Желаниях Это самое главное Там можно не есть ничего Ну подождите Ну остаться тем же А можно наоборот Менять питание Но тут же Не верить в это Человек сам должен Стараться Ну как без этого Значит Вот я хочу Такие шаги Просто выстроить Значит Это первое Настрой умственный Это Второе Не бояться Третье Значит Где-то Изменить питание Чтобы облегчить Ну да Первое желание Дальше Подготовиться Это вот Различные ванны Это так называемое Смягчение Применить Это и горелочка Все это Это так прогревается И только После вот этого Всего Вы приступаете Конечно Чистки печени Это очень тяжело Старше вас Чуть-чуть Динамик Несколько месяцев Я же старше Ну что Что хотите добавить Добавимся Как говорят Дерзайте Бояться Это Ну чего бояться Все там будем Кто-то раньше Кто-то позже Но лучше Туда не спеши Как говорят Нас и здесь Неплохо Кормят Ну и на этом И закончим Субтитры сделал DimaTorzok